приветствую вас друзья ведьмак сейчас новиграде собирается продолжить расследование куда делись сокровища графа ровейна ну чтож пойдем проверим что там в доме марк графа хенкеля творится поглядим поглядим здесь мы развалюха больше похоже на берлогу нищего чем на дом марк графа но все на девушек спустил ясные улютика друзья о следы ног вот там что то есть серебряный цилиндр такой же как в каналах все тут еще ценного есть доме серебряный посвящен хорошо там еще мешок какой-то кристаллическая сердце тоже вещь важная шпатулка сухофрукты видишь хорошие вещи солдат береги меч правильно никаких новых сведений ничего ну ладно пойдем на второй этаж следы ведут туда поглядим чем тут кто-то занимался так чё у нас тут сухофрукты берем метеоритное железо берем о что пациент какое-то письмо и бутылка прочитаем вино года твоего рождения и отлично неожиданный букет непременно попробуй только пожалуйста положи потом бутылку на место твой л кто такой л а лютик что ли но года твоего рождения и отлично неожиданный букет непременно попробуй бутылка вероятно что положи потом бутылку на место год твоего рождения может это про лютик это лютик письмо писал а кому он писал цирина написал точно годы 1245 1254 какой-то щелчок кажется в соседней комнате точно пятьдесят четвертый а сейчас семьдесят второй значит цири сколько у нас 18 лет до тайная комната наверное здесь лютик и остальные готовили налет сахар и какие-то комочки в масле виверны кали похоже бомбу собрали тут инструкция по сборке бомбы написанная неким колькштейном по дикой охоты так знаем масло виверны там еще что-то валяется сейчас прочитаю расчистить о письмо дуду цели за мной следит менги это он перехватил сокровище лютик у него беги шаги не хорошо да когда где-нибудь проводишь тайную операцию и вдруг шаги это всегда нехорошо этом какой-то костюмчик нашел путевый и полный хлам ну пойдем поглядим кто-то там вломился блин чужой дом если хенкель крякнул последники пришли кредиторы не ожидал тебя здесь увидеть особенно в обществе трис я решил что нам нужен кто-то кто понимает в магии очень мне любопытно что это за руны на бомбе тебе это также любопытно трис нет но мне заплатили обожаю когда ты пытаешься изображать циничную материалистку на самом деле трис здесь за идею ей нужно золото чтобы спасать собрать а я смогу ей помочь если верну казну кстати или как говорят в буклере а пропа ты не узнал кто попер мое золото постой сначала скажи зачем пришел мы договаривались что если я что-то найду то сам к тебе вернусь вроде так но я беспокоился о тебе и зашел посмотреть все ли в порядке сердечно благодарю теперь можешь спать спокойно и запомни на будущее я умею о себе позаботиться ты заботишься о себе а я себе господа я опощена что мне довелось увидеть эту словесную долю только помните что в отличие от вас я выходя в город рискую жизнью поэтому очень вас прошу давайте к делу ты напрасно беспокоил трис бомба нас больше не интересует потому что потому что я знаю кто наложил лапу на твою казну начальник храмовой стражи никто калеб менги вот пожалуйста мире горит не только заработать но и отомстишь гераль ты не будешь столь любезно рассказать как ты это узнал умираю от любопытства это не существенно не существенно мы кажется договорились что ты мне поможешь я помогаю но это не значит что я должен тебе во всем исповедоваться я закрою глаза на эту наглость но только потому что наш блудочистивый муж действительно может иметь отношение к налету менги последнее время швырялся деньгами хотя по моим сведениям у него не должно быть ни медика и что теперь как я слышал менги по утрам принимает посетителей в штабе охотников на колдуньи в доках загляните к нему и спросите что он соизволил сделать своим золотом значит мы делаем всю грязную работу а ты сидишь сложа руки дорогой мой если я могу кого-то использовать я так и делаю очень удобно и безопасно давай признайся ты же боишься менги разумеется я его боюсь он очень опасный сукин сын полагаю три со мной согласиться я бы сформулировала это иначе но с общей мыслью я согласна сомневаюсь что менги по своей воле нам что-нибудь расскажет я тоже поэтому я и нанял ведьмака и чародейку которых столь многое объединяет и как это связано с делом влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь что мне и нужно я имею ввиду у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми и с моей казной у тебя устаревшие свечи мы уже не да я знаю вы расстались через две недели после совета в лог муине у слияния понтера и лекселлы но знаете что говорят старая любовь не ржавеет первая первая любовь только откуда у меня тоже есть свои тайны голубки но мне пора удачи мог бы все отрицать не так энергично а чтобы ты сказала на моем месте на твоем месте я бы вообще не задумывалась о том что говорить дикстри но мы отошли от темы нам надо вернуть казну рис я должен тебе кое-что сказать в этой истории золото дикстра интересует меня меньше всего я так и думала дело ведь в цире до менги где-то держит лютика а лютик с ней виделся это все меняет слушай встретимся на рассвете у часовни вечного огня на восток от порта подумаем вместе как попасть казарма охотников идет до свидания и спасибо тебе ну ладно и штрис на улице то можно и не выходить так 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 у нас тут она надо с сокровищами закончить а потом уже переходить на другие задания на другие задания а интересно родовед все там задумал он дает ублюдку младшему задания украсть в казну усиги чтобы обескровить бандюков новинградских вот здесь подождем ну если один бандюк у другого деньги украдет от этого ничего не меняется поэтому он как бы подстраховывается деньги перехватывает и отдает их менги заодно сразу расплатившись с охотниками за колдуньи и овцы и волки все довольные смеются и пляшут кто-то на сковородке а кто-то на вечеринке ну ладно подождем ночи и и и и и Хорошо, что ты пришел. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот. Внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь, силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы и надень на меня. Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай, если ты приведешь охотникам подлую Трис Мерегольд, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено, это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Трис, подумай, ты правда хочешь по собственной воле идти в логово Льва? И к тому же скованный. Да. Я не могу тебе этого позволить. Приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение, и не стану его менять. Ну хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я приставляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менге гнида. Но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Ничего, придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе? Или еще лучше, о самой Филиппе? Он ее ненавидит? Придумай что-нибудь. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо. А если нет? Я думал, тебе нужны деньги Дикстера, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Да, так и клеится к Геральту. Ну ладно, пойдем. Мне все это по-прежнему не нравится. Но что ж поделаешь. Пойдем. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да, хорошо. Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Мерригольд. Мерригольд? Ну, проходи. Отти, раз. Трис Мерригольд. Ты перешел с утопцев на чародейк? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопец самые большие. А рыбака за ляжки покусают. А они? Убивают королей. Плетут заговоры. Вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Мерригольд. Раз и навсегда. В подвал ее. Полегче. Я отдам ее Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать. Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхард. Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рызая шлюха! Говори, где она? Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавайте ему привет от меня и моей подружки Мерригольд. Добро, бери ее и иди за мной. Да никуда не отходи. Так, мужики, подождите! Мне надо выпить. Я трезвый, не работаю. О, вот этот. Намазать для вас, козлы, меч. Вот. Все время у меня, блин... Куда-то болты отваливаются. Зараза. О! Еще ягодку съем. И сохранимся. Вот, теперь можно идти. Много вас тут? Ничего. Мы подраться любим. С Геральтом. Здесь мы разойдемся. Ты пойдешь к Менге, а Мерригольд будет за стеной. Я ее не отдам, пока не получу. Не тебе тут ставить условия. Дирк, ты знаешь, что делать. Ничего не скажу. Ни тебе, ни ему. Гордая, да? Ну, погоди. Вырву тебе ногти, так запоешь по-другому. Как хотите. Пойдем, ведьма. Покажу тебе, какие чары-мары можно навести обычными клещами. Я сказал, никого не впускать. Если только нет сведений о Филиппе Эйхард. А ведьмак говорит, что есть. Каждый может так сказать. Начнем с указательного. Лучше с безымянного. Сорока-ворона кашку варила. Но не каждый приводит нам Трис Мерри Гольд. Да, я уже слышу. Сейчас я к ней подойду. Но сперва поговорим. Садись. Выпей, ведьма. За что? Трис Мерри Гольд схвачена. За это следует поднять тост. Ты не находишь. Цидарийская. Урожай 1261 года. Год резни в Цинтре. Не врывайся. Сорока-ворона деток кормила. Фурт, Посмотри, почему госпожа Мерри Гольд так кричит. Может, ей чего-то не хватает. Горячего железа, например. Раз уж мы заговорили о металлах, кубок из серебра. Я так понимаю, ты хотел проверить, не Доплер ли я? Сразу видно, что имеешь дело с профессионалом. Осторожность никогда не помешает. Ты бы удивился, сколько моих собеседников превратились в вонючее заливное. Другого способа нет? Доплеры также принимают настоящую форму, когда чувствуют острую боль. Так что я мог бы приказать тебя высечь. Эффектно, признаю. Но метод с кубком быстрее. Но, перейдем к делу. Вижу в вопросе Доплеров, ты эксперт. Уж кто-кто, а ведьмак должен понимать, что надо знать своего врага. Этому далла. Ублюдок нет! Этому далла. Ну, перейдем к делу. За Мерегольд я выплачу тебе двойную награду. Чем обязан такой щедрости? Ну, ведь ты отдаешь мне свою любовницу. Тебе полагается доплата за моральный ущерб. Я вижу, ты хорошо информирован. Тогда ты должен знать, что Трис предала меня первой. Она играла мной по поручению ложи. И теперь получила по заслугам. Нет! Хватит! Я не могу! Крепись, девочка моя! Это последний палец, и мы возьмемся за вторую руку. Этому далла. Эх, упустила меня, сука! Тогда мы наденем на суку обруч из двемерника. Это ее успокоит. Ты удивил меня, Геральт. Быть может, мы еще договоримся? Возможно, ты знаешь что-то о Филиппе. Но догадываюсь, что не подерешься этим задаром. Чего ты хочешь взамен? Я ищу сокровища, которые до недавнего времени находились в собственности некоего Сигеройвина. Вот тебе и раз. Вижу, ты работаешь не только во славу Вечного Огня, но и на преступников. Я работаю на тех, кто платит. Как шлюха. Более менее, только спектр услуг отличается. Где казна? В Коверском банке. И ее не получишь ни ты, ни Ровен. А я думал, ты хочешь купить сведения о Филиппе. Да, но не любой ценой. Ну ладно, в таком случае выпусти Лютика. Сначала ты расспрашиваешь меня о деньгах преступника. Теперь хочешь, чтобы я выпустил на свободу богохульника и дегенерата? А я считал тебя человеком, в смысле существом с некоторыми моральными принципами. Я не из твоей сказки, это правда. Но чтобы заключить сделку, нам не обязательно соглашаться во всем. Мне сделка не нужна. Я могу просто заставить тебе рассказать все, что ты знаешь о Филиппе. Сомневаюсь. Искренне сомневаюсь. Я человек великой веры. Стража, ко мне! жалкое зрелище. сомневаюсь. на костюм пойдет. не vacер живых! живых! ух, маш живым, живым! hoje Искренне раз вс Kazakh А-а-а! Рассыпаться! Возвращайся в вас! А-а-а! Есть что сказать напоследок? А-а-а! А-а-а! Рассыпаться! Это всего лишь ведьма! А-а-а! 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 А что пишут? Трис Берегольф! Ведьма и шлюха! Ну, понятно. Согласен. Все уже согласились с хорошей системой моей прокачки. Вот мы уже тут в Новиграде безобразничаем. А Геральт, фу-фу-фу-фу, с моей помощью, еще ни разу не погиб. Прикиньте уже сколько мы идем и ни разу не перезагружались по поводу безвременной кончины Геральта. Вот так-то. Слушай, чего я хожу в потьмах? Можно же факел зажечь. О! Смотри! Ни хера нет! Вот, валяется! Палач! Так что весьма советую. А всего-то используем фактически основная фишка в том, что используем лакомку, которая постоянно восстанавливает с огромной скоростью наше здоровье. Все, наверное. Кажется, пронесло. Интоксикацию. Что случилось? Я думала, Менге проглотил наживку. Проглотил. А потом я спросил про казну. Геральт, мы же говорили, что... Впрочем, это уже не важно. Может, мы найдем хоть какие-то бумаги, в которых упоминается Лютик. Я обыщу его, а ты осмотри комнату. Начни лучше со стола. О, ты не договаривался. И вторая фишка, которую используем, это интоксикацию и замедление времени при интоксикации. Это дает нам возможность не получать лишнего урона, когда мы слишком увлечемся атакой. Так, чё тут? Калеб у меня, новые указания. Книжка, второе издание. Ну, здорово. Глёво. Нашла что-нибудь? В кармане у него ключ от двери. На, возьми. За пазухой. Ничего. Но... Погоди. Что-то в подкладке. Ну? Ключик от сейфа. Возьми. Передай Дикстре с приветом от меня. Ключик от сейфа, который стоит неизвестно где? Сомневаюсь, что Дикстре обрадуется. Ну... По крайней мере, его головорезы не переломают нам ноги за невыполненный договор. Словом, стакан наполовину полон? И надеюсь, в нем налито что-нибудь крепкое. Конечно, Гераль, ты же уже выяснил, что сейф находится в Коверском банке. Что ж ты тупишь-то, блин? Я нашел письмо для Менге. От какой-то шишки. Видимо, шпиона. Шпиона? Сама посмотри. Контактные ящики, условные сигналы. А, действительно, смердит разведкой за милю. Может быть, этот агент знает что-нибудь и о Лютике? Готов поспорить. Только как до него добраться? В письме сказано, как договориться о встрече. И ни слова о том, где она должна быть. Может, Дикстра нам поможет? Он знает все. Ты немного преувеличиваешь. Не уверена. Ладно, тут искать больше нечего. Пора собираться. С удовольствием. Только лучше не через главные ворота. Ольга. Ну да. Не будем выходить так громко. Уйдем по-английски. О. О, подожди. Там еще какую-то книжечку собою-то хочу. Почитать на досуге. подушить здесь мы разделимся но сначала надо будет пустить этот сарай по ветру верно мы оставили здесь слишком много следов да а кроме того мне надо выпустить пар да да выпусти выпустит рис есть еще одно дело только не здесь конечно не сейчас приходи ко мне когда сможешь а теперь пойдем уже отсюда ну да хорошая забава поджечь эту хату тут еще что-то валяется ну пойдем пойдем это господин райвен просит на пару слов вот же нетерпеливый сучий сын что ничего я скоро буду кого я вижу геральт из ривии ты перестанешь за мной шляться да как только ты скажешь где моя казна мы с менги не сговорились совсем совсем это объясняет пожар в казармах надеюсь моя казна не пылает вместе с охотниками нет твои деньги в коверском банке это ключ от сейфа в котором они задепонированы но и но и заслужил медаль похвалы можешь оставить при себе меня интересует награда геральт все ведьмаки такие бесстыжи или только ты что ты имеешь ввиду и меня обманул что из самого начала знал кто вынес мою казну но не захотел любезно поделиться своими соображениями зато я любезно помог тебе сказной так что не надо истерик я не шучу геральт ты злоупотребил моим доверием я как-нибудь пережил в этот раз да ну хорошо пора свести счеты это угроза напротив ты мне помог так что тебе полагается награда несмотря ни на что готов поспорить ты все еще не знаешь что с лютиком нет но я напал на след кого-то кто может знать кажется какого-то шпиона он подписывается как и морлак беда в том что в письме от него написано как организовать встречу но не слово о том где разрушенный дом в застенье дай сигнал и он придет в тот же день или полуночью спасибо за помощь не стоит благодарности я всегда отдаю долги даже лжецам а под конец нижайшая просьба никогда больше не пытайся меня обманывать никогда ну ладно как скажешь будь здоров как далеко-то идти надо коня карету мне карету вскочил он на плотву и в тот же миг из порта ускакал у как-то так подоставили лавок блин не проедет не проедет ну ладно-ладно ну ладно-ладно вечный огонь укажет тебе путь это больно куда поскакал Ормага. Чудесно. Позор! Ой, в городе так много мелких дел. Просто жуть какая-то. Эх, не повезло. То всяких уб... блин. То всяких ублюдков ищи. То казну чью-то сперли. Вечно тут что-то происходит. Эх, и жить не хочется. Скорее бы уже выбраться на какие-то просторы. Пойди там мечом нормально помахать по-человечески. Идут встречи какие-то со шпионами, без шпионов, блин. Хренотень какая-то. Если у меня курточку замок, я снова не могу. Теперь помедленней. Можешь пойти погулять. Осталось спрятаться и подождать. Сначала соберем всякий хлам. Тут меня даже слепой заметит. Утёва-то, конечно, мало. Ну, есть вот там светящиеся руда. Это ценная вещь потом. Когда буду делать высокоуровневые мечи. Да и броню тоже. Стоит дорого. Ну, ладно. Замей её. Лучшее место, чтобы спрятаться. Классик. Ну, поспим. Тирис, откуда ты узнала, что... Когда Дикстра тебе сказал? Именно. А мне хотелось довести это дело до конца. Отличное место для свидания. Угу. Облезлый потолок. Грибок на стенах. В углу мышиный помёт. Губы сами складываются, чтобы... Тихо. Он идёт прячься. Менге. Заболел. Я не знаю, кто вы. Но вы вляпались в собственное говно. По шею. Ты увяз ещё глубже. Уверяю тебя. Но можешь ещё вывести, если ответишь на наши вопросы. Отвечу. На каждый одинаково. Пошла ты. Атриот. Конечно, выдержишь. Я только начинаю. Ааааа. Аааааа. Грая. Девочки, надо выпустить пар. Я надеюсь, вы думаете, что больней не будет. Будет. Аааааа. Хватит! Хватит! Ну как, будешь говорить? Буду! Буду! Только скажите, о чем? Чисто из интереса. На кого ты работаешь? Не скажу. И речи быть не может. Ты уверен? Родовит. Я работаю. На Родовида. Чего Родовит хотел добиться с помощью Менке? Очистить подступы перед походом. Ну да. Город легче занять, когда оттуда исчезнут чародеи. Сволочь. Он заплатит за это. Мы ищем Лютика. Я знаю, что он попал в руки Менке. Так это? Это все из-за него? Из-за ебаного Менестреля? Вы не могли сразу сказать, вместо того, чтобы херачить меня магией? Не верю. Из-за такой мутаты. Ты ждешь извинений? Нет. Но можно же мне поудивляться. Лютик на храмовом острове. В тюрьме под святилищем. Менке задумал для него показательную казнь в Аксенфурте. Боюсь, это его гастроли придется отменить. Как вытащить Лютика на свободу? С острова возвращаются исключительно по приказу Менке. Отданному лично. Зараза. Мы справимся. У меня есть мысль. Я потом тебе расскажу. Хватит. Мы узнали все, что хотели. Я бессмерно рад. Надеюсь, что в таком случае мы забудем об этом неприятном происшествии и... Не так быстро, Герайт. Знаю. Он слишком много видел. Но как же? Ведь я вам... Я ничего никому... Или он умрет, или я лишу его памяти. Конечно, умрет, козел. Он возводил костры на рыночной площади вместе с Менке. За это ему полагается смерть. Но... Я же помог. Помог. Фаэрэн Ангелу. Ты сегодня показала когти. Ты и так это называешь? А я бы сказала иначе. Я показала, что немногим отличаюсь от этих выродков. Я... Доделаем все, что нужно. И пойдем отсюда. Я хочу вернуться домой. Умыться. И напиться. Может, я тебя провожу? Не сегодня, Геральт. Не сегодня. Есть еще кое-что, о чем я хочу с тобой поговорить. Зайдешь ко мне попозже? Менке мертв, но... Мои неприятности не закончились. Ты говорила, у тебя есть мысль, как освободить Лютика. Да. Мы знаем, что он должен быть отправлен с острова в Оксенфурд по личному приказу Менке. Верно? Точно. И в этом вся проблема. Менке умер, значит... Об этом знаем только мы. Он ведь мог убежать во время пожара. Значит, может и вернуться. Он или кто-то очень-очень на него похожий. Доплер? Верно. Я думала о твоем знакомом Дуду Бибервельте, который принимал облик купца Низушка. Лютик говорил, что он был тогда убедительнее оригинала. До такой степени, что банкир Вивальди дал ему взаймы пару тысяч крон, не моргнув и глазом. Ага. Только он скрывается. Может, Присцилла нам поможет? Надеюсь. Сокровищами Дикстры мы закончили. Сейчас вздохнем полной грудью воздухом цветущих садов в пригороде. И с утреца нужно будет заняться новыми делами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.